Сегодня 18 марта. 282 года назад, 18 марта 1732 года, императрица Всероссийская Анна Иоанновна подписала указ о строительстве Новозакамской оборонительной линии. В этом документе впервые была упомянута крепость Красный Яр. Оборонительную линию строили в течение трех лет. Она начиналась от Алексеевска и шла через Красный Яр по реке Сокдо-Сергиевска и дальше пересекала Тарханский лес. 18 марта 1876 года в Самару доставили в Вильбот, быстроохотную спасательную шлюпку. Ее подарил главному управлению Российского общества помощи при кораблекрушениях сам великий князь Александр Александрович. А те, в свою очередь, передали шлюпку городской управе Самары в благодарность за то, что та выделила для образования местного отделения общества спасателей тысячу рублей. После того, как на берег Волги доставили в Вильбот, его осветили. Здесь же неподалеку решили построить спасательную станцию. Не дожидаясь ее открытия, в Самарское общество оказания помощи при кораблекрушениях вступили 55 самарцев. Его председателем стал самарский губернатор Петр Алексеевич Бильбасов. Так, в Самаре появилось общество спасения на водах, нынешний Освод. За этим полетом наблюдали миллионы телезрителей. 18 марта 1965 года снова человек впервые вышел в космос. Теперь уже в открытый. Космонавт Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом Восхода-2. После этого полета майора ВВС Леонова стали называть космическим пионером. Дважды герой Советского Союза, художник, изобретатель Алексей Леонов является почетным доктором Самарского Аэрокосмического университета. Ровно 170 лет назад, 18 марта 1844 года, родился Николай Римский-Корсаков, композитор, которого называли сказочником. Снегурочка и царская невеста, сказания о невидимом граде Китеже и сказка царя Салтани. Эти оперы вошли в число лучших произведений отечественной музыки. Сегодня день рождения Алексея Ягудина, олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта, призера различных соревнований. 18 марта с днем рождения поздравляют Елену Васильевну Шпакову, почетного гражданина Самары, первого директора, известной в Самаре шоколадной фабрике. Ждут гостей на именины Константиной и Федорой. 18 марта день Конана Огородника. С этого дня, какой бы ни была погода, все мысли и заботы крестьян были связаны с огородом. Рано утром замачивали семена капусты, моркови и томатов. Помни о том, что весенний день прогуляешь, недели не наверстаешь. Удачи и до завтра!